Говорят, что глупость делает тот, кто обижает, но в тысячу раз глупее тот, кто обижается. И запомните, если вы живете в обиде, в вашей жизни грехи множатся, как снежный ком. Почему они умножаются и разрушают вашу жизнь? Потому что если вы не прощаете, то и вас Бог не прощает. Вот почему христиане не дружат с обидой. И вообще влияние бесов, одержимость приходит по трём основным причинам. Первое – прямая связь с злыми духами. Второе – это сексуальные грехи и извращения. И третье – это жизнь в непрощении и в обидах. «Храни нас, Бог, во имя Иисуса, жить, подражая во всём Христу». Я тоже, как сказал Паша, в этот раз приехал со своей женой. Она первый раз в вашем городе, она среди нас. Но и она помощник мой, поэтому она подсказала, говорит, «Виталий, проповедую Христа распятого». Поэтому я постараюсь держаться этой темы и проповедовать на тему, как перестать грешить. Вас волнует эта тема? Вот жизнь в свободе, жизнь в победе, жизнь без греха. Разве это не чудесно? В Библии написано, кто кем побежден, тот тому и раб. Рабство – это ужас, это жизнь в неволе, это жизнь вне всякой свободы. Но Христос умер на кресте Голговском, чтобы мы имели победу и жили в свободе. Итак, как перестать грешить? В чем мы нуждаемся больше всего в нашей практической жизни? Безусловно, у нас есть много нужд. Но я хочу вам сказать, если бы, например, нам нужны деньги, правда, нужны, но если бы это было нашей главнейшей обязанностью или необходимостью, то Бог бы послал в мир какого-то банкира или экономиста, чтобы денег всем хватало. Если бы нашей величайшей необходимостью, например, были развлечения или фан, то Бог бы послал в мир клоуна или артиста. Если бы, например, нашей величайшей необходимостью были новые технологии, которые сейчас окружают нас со всех сторон, Бог бы послал какого-то инженера. Но послушайте, нашей величайшей необходимостью и нуждой было прощение. Вот почему мир пришел Христос. «Слава Ему». В Библии написано, «Родить же Сына, и нарекут Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Вообще, спаситель нужен там, где есть погибель. Спаситель там необходим, где есть угроза жизни человека. Именно там работают спасатели. И вот всякую погибель производит грех. Вот почему в мир пришел Христос. «Слава Ему вовеки». Первая мысль, которую я хочу донести до вас, это то, что грех реален. Вы согласны с этим? И люди, которые еще не испытали силы Божьей в своей жизни, они уже испытали силу греха. Что это за сила? Когда не хочешь, но делаешь. Когда тебе противно, но ты пьешь. Когда говоришь, больше не буду, и снова повторяешь. Грех реален. Грех реален. Дальше, что я хочу сказать, что грех опасен. Он внешне выглядит очень красиво и привлекательно. Но он разрушает человека внутри. Он смертельно жалит. В Библии написано, «Поход зачавший» рождает что? Грех. А сделанный грех что рождает? Смерть. Вот почему христиане с грехом не дружат. Как перестать грешить? Как мы можем избавиться от своих грехов? Прежде чем избавить нас или помочь нам Христу, надо совершить у нас две важные вещи. Человек, который желает иметь избавление, он должен этого и желать. Он должен это хотеть. Хотя, кажется, это удивительно, все к этому стремятся, но, оказывается, это не так. Человек должен этого желать. Страстно желать. Видя свою беспомощность и безысходность. Вы должны знать, что в Библии написано, не случайно, однажды Христос пришел в Ефесду. Там было множество больных. И вдруг он спрашивает, у больного человека, хочешь ли быть здоровым? Ну, кажется, больной какой не хочет быть. Грех – это самая распространенная и заразная болезнь в мире. И свободу получает от греха только тот, кто хочет ее иметь. Да. Хочешь ли ты быть здоровым? Здорово. Просто из практической жизни я знаю, что одна мама пришла ко мне и плачет. Это на Украине. Говорит, помогите моему сыну. Ему уже где-то за 40 лет. И он говорит, он закончил университет. У него была прекрасная работа и семья. Сейчас он бомж. Потерял все. Потерял работу, потерял квартиру, потерял жилье, семью. Все потерял. И живет на подаяниях. Я подошел к нему и спрашиваю, ты хочешь, чтобы в твоей жизни что-то поменялось? Он сказал, нет. Я говорю, почему? Потому что если что-то поменяется, мне завтра идти надо будет на работу, а я не хочу. Удивительно. Я, говорит, привык так жить. А что тебе нравится в этой жизни? Он говорит, когда хочу, встаю. Когда хочу, ложусь. Я говорю, что я не хочу. Я спрашиваю дальше. Я говорю, как часто пьешь? Каждый день. А я говорю, работаешь? Нет. Деньги есть? Нет. А как это у тебя получается? Говорит, страстное желание одного и то же. И приходит. Страстное желание одного и то же. И если бы мы, как христиане, так жаждали Бога, наша жизнь была бы полна чудес. В Библии написано, что мы Бога должны искать. Послышите меня? Вот пришли на собрание, мы должны Бога искать. Мы должны желать ее слышать и подчинять свою жизнь Ему. И мне нравится Христос, что Он призывает нас к этому. И что мне нравится в нем, что Бог или Христос, Он ни от кого не прячется. Но Он никому не навязывает себя. Хочешь – бери, не хочешь – как хочешь. Хочешь ли ты быть здоров? Хочешь, чтобы в твоей жизни что-то менялось? Вот мы бываем часто на Кубе. Я спрашиваю купинцев, вы хотите там? Вот мужиков спрашиваю, они ходят там с лопатой друг за другом. Говорю, вы хотите, чтобы в вашей жизни что-то поменялось? Говорит, нет. Говорит, почему? Потому что работать надо будет. А так, говорит, 15-20 долларов в месяц стабильно. Работаю, не работаю. Как я работаю? Я знаю, что я свое получу. А придут капиталисты, работать надо будет. Люди привыкли жить по минимуму. И их это устраивает. Послушайте меня. Даже Бог не в состоянии помочь тем людям, которые этого не хотят. Которые в нем не нуждаются. Которые его не ищут. Он здесь, чтобы помочь тебе. Но хочешь ли ты быть здоров? Хочешь ли ты жить победоносной жизнью? Хочешь ли ты жить без греха? И если ты этого страстно желаешь, Бог поможет тебе. Дальше с Божьей помощью мы должны увидеть тщетность своих собственных усилий. Христос пришел в мир как Спаситель. Мы не в состоянии сами себя спасать. Хотя и пытаемся это делать. Но Он желает преподать нам такие жизненные уроки, чтобы мы подняли руки однажды и сказали, Господи, сдаюсь. Если ты мне не поможешь, то кто? И тогда приходит избавление. Просто часто общаясь с неверующими, я к одному подхожу и говорю, вы приходите в церковь. Как вы себя чувствуете? Я говорю, нравится, прихожу. А вы, говорю, не хотите покаяться? А Он говорит, не отброшу курить и покаюсь. Я говорю, а ты бросал до этого? Многократно. Получилось? Нет. Вот почему тебе нужен Христос. Покаясь, а потом бросишь. Если ты сам все можешь, тебе Христос не нужен. Но всем нам нужен Христос. Он пришел в мир как Спаситель, потому что здесь присутствует погибель, грех. Он несет в себе смертельную опасность. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Итак, как перестать грешить? Основной стих, который я буду читать, вы можете выучить на память его. Это 4 глава 1 послания Петра. И только один первый стих. Там написано так. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Послушайте, две-три важные истины. Библия говорит, что Христос пострадал за нас что? Плотию. Здесь величайшая истина в том, что Христос победил грех во плоти. Он принял плод человеческую, и в этой плоти Он победил грех. Как Он победил грех? Послушайте. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то есть как? Путем страдания. Он победил грех, идя путем страдания. То есть, если вы хотите перестать грешить, вы должны быть готовы страдать. И дальше написано, как финал. Ибо страдающий плотью перестает грешить». Аллилуйя. Мне это так нравится. Меня это вдохновляет. И я хочу это делиться с другими. «Потому что я верю, что есть новая жизнь в Иисусе Христе». Теперь скажите, пожалуйста, ответьте на вопрос. Все ли люди, которые страдают физически, например, больные они, или еще какие-то неприятности у них, все ли они не грешат или не все? Ну, здесь пастор сидит, он говорит, что они все. То есть некоторые, даже страдая плотью, послушайте, иногда, когда тебя болезнь зацепила, прыжала, ну, говорят, как тревога, так и к Богу. Иногда человек вот как стряска приходит, он может даже покаяться. Часто это ненадолго. Но это бывает как прозрение. Но правда есть в том, что даже люди, которые страдают физически, болеют, они не все перестают грешить. Некоторые даже обвиняют Бога, жалуются на Бога. Христиане покрываются ропотом, недовольством, ворчат себе под нос. Вы встречали у таких? Пример по теме. Знаете, как сказать, два брата были в доме престарелых. Вот знаете, жизнь уже подходит к концу. Но находясь вот в общении таком, они часто ссорились. Но и теряли мир и так дальше. Но были, отличались друг от друга тем, что один просил прощения всегда, а другой не прощал. И это расстраивало этого, кто просил прощения. И он понимал, что жить-то осталось недолго, просит прощения, а тот говорит, нет, и взял. И, говорит, однажды, говорит, его так прижало, что он уже просто лежит, не поднимаясь. Но думаю, слава Богу, это момент. Я прибежал к нему, говорю, братеры, прости. И за мои слова, и за все, что я причиню тебя, боль, я упал на колени и прошу прощения. И вдруг, говорит, он говорит, прощаю. Я, говорит, поднял руки, кричу, аллилуйя, слава Богу, наконец-то. Как только я замолк и в паузе он сказал, я тебя прощаю, если я той ночью умру, а если нет, то не прощаю. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Приведу вам практический пример. Вы уже знаете, что я не так давно был на Украине. И там было много таких прекрасных собраний, конференций, евангелизаций. Но, говорю, для меня было интересно то, что я тут не имею медицины, и я там просто приходил в поликлинику там, чтобы проверить здоровье. В то время в Киеве было 35 градусов жары, и даже траки запретили двигаться по... потому что они плыли вот так, асфальт плыл от жары. Поэтому разрешали им двигаться только ночью. Днем они все стояли. Таркисты меня понимают. И вот в эту жару приходишь в поликлинику и стоишь несколько часов. Здесь все люди страдающие, потому что больные. Туда нужда людей гонит. И я наблюдал просто, размышляя над этим словом, страдающий плотью перестает грешить. Я наблюдал, как эти люди себя ведут. Я говорю, жара несусветная, это возбуждает людей так, они начинают нервничать. Каждый хочет как-то проскатить без очереди. Не всегда это получается. Но и так, был такой момент, что однажды один человек подошел к очереди и говорит, очередь говорит, мне плохо, я чувствую, сейчас упаду. Пропустите без очереди. Как вы думаете, его пропустили или нет? Вот там украинцы сразу говорят, нет. И правда, украинцы сказали, здесь все больные. Слава Богу, что он не упал. Но жизнь продолжалась, как бы сказать, и я там приходил, и вот пришел на следующий день там с пальчика кровь взять. И очередь еще больше, чем вчера была. И была проблема еще в том, что до полдесятого бесплатно кровь можно сдать, а потом уже за день. И деньги небольшие, там 20 гривен. Но украинцы это все нервируют. И они, знаете, как настолько перевозбуждены, тут приходит какой-то инвалид с орденами, меня без очереди. Тот говорит, я зайду что-то спросил. Зашел и не стало. Очередь уже чувствую, закипает. Иногда вытаскивает этого человека обратно. И в этой очереди уже одному дяденьке стало плохо, он потерял сознание. Ну, думаю, спасать будут уже, наверное, точно. Нашли, правда, на шатыря, там он подышал, пришел чувство дедушка. А я смотрю, половина беременных стоит на разных строках. Думаю, надо уже проповедовать, что-то предпринимать. Я говорю, к очереди пришлось, может быть, пропустим. Жалко женщин. Как вам кажется, пропустили? Они, говорит, у них должна быть отдельная очередь, отдельный врач, никаких делов. Правда, когда мы поставили пару часов, уже врач вышел, говорит, помилуйте вот этих беременных. Пропустили. Но и так, просто думаю, Господи, наверное, завтра возьму гитару уже, приду как-то, это общество надо как-то хоть развеселять или настраивать. И что было таким финальным моментом, как бы, одна женщина заходила пару раз, но почему-то ее не приняли, а очередь возмущала все это. И, короче говоря, в какой-то момент она просто туда ворвалась, и вот этих всех лаборантов обозвала, как только хотела, самыми оскорбительными словами. И выбежала, и убежала. А очередь стоит и говорит, вот женщину достали. И у меня тут же рождается новая проповедь, и я хочу вас спросить, а вас уже доставали? И хочу сказать, здесь присутствует молодежь, послушайте мне, у меня эти девушки и парни молодые, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была благословенной, если вы хотите удачно жениться, то вы должны знать, прежде чем вы это сделаете, вы должны человека достать. Почему? Потому что, когда вы женитесь, вы достанете. Рано или поздно. Или вам другие помогут. И когда вы достанете, возникнет несколько проблем. Первая проблема, что достал и не знаешь, что делать с тем, что ты достал. А потом вторая, второй момент, ты понимаешь, что ты то достал, но жизнь продолжается, и это серьезно и надолго. Еще раз, вас доставали? Что это значит? Просто практический пример с неверующей жизнью. Неверующие люди, они открытые и простые. И одна женщина, которая покаялась, она пришла и рассказывает уже христианам, верующим, говорит, я, говорит, в доме своем была как пантера. Это такое хищное животное. Говорит, но когда я покаялась, мне хотелось, чтобы как моя жизнь поменялась, так и моего мужа. Но ввиду того, что я была пантера, он безнадежно пил. Выбора не было. Говорит, я пришла домой с проповедью в сердце. Прибежала домой, а он читает какой-то журнал выпивший. И я вбежала в дом, и какие только ласковые слова я знала, начала ему говорить вслух, называя по имени. А он, не обращая внимания, продолжает читать. Я тогда смотрю, у него ботинки в грязи, и сам он в грязи. Я упала к ногам его, и говорю, я тебе, дорогой, сейчас разбую, я тебя уложу спать, и продолжаю что-то приятное говорить. А он, не открывая глаз, начал двигать этим журналом, и вдруг говорит, извините, я не в свой дом попал. дом – это единственное место, где мы не скрываемся. Почему? Потому что нас там давным-давно уже все знают. чтобы увидеть точно человека, его надо достать. То есть достать то, что внутри человека. То, что наружно, это зарисовка. Но человек, он таков есть, каков он есть внутри. Он периодически выглядывает с этих окон. Иногда пугает других, иногда смущает, иногда радует. Но в этом, друзья мои, есть величайшая истина. Я хочу, чтобы всех вас благословил Бог. Недавно, просто общаясь с одним человеком, он заполняет анкету. Как обычно мы делаем часто при разных обстоятельствах. И заполняет, и там написано, сколько ты там лет в браке. А он пишет – 15. А друг, который стоит рядом, говорит, слушай, что ты пишешь? Ты же только 5 лет, как женился. А тот говорит, у меня год зато, три. Это жизнь. Да. Он прожил 5, а ему кажется, что уже 15. Будучи на Украине, вот получаю записки и пишут одни. Пишет вот такая, крик души, записка поступает. Помолитесь. Помолитесь, пожалуйста, братья и сестры, чтобы Бог исцелил мой брак или забрал меня на небеса. Я не знаю, это она писала или он, это не имеет значения. Но это крик души, Господи, или исцели, или забери. Как вам кажется, Бог отвечает на такие молитвы или нет? Как вам кажется? Хорошо. Бог отвечает на подобные молитвы, но как это работает эффективно? Вот я получил записку, я начинаю сразу отвечать. Вот в этой записке уже звучит одна важная такая нотка. Тот человек, который ее написал, он понимает, что вся проблема в нем или в ней. И он говорит, Господи, или поменяй что-то в нем или в ней, или забери меня к себе. Часто это не работает только потому, что когда меняюсь я, тогда меняется моя семья. А когда семья меняется, меняется церковь. Просто нам хочется всех поменять, лишь бы меня никто не трогал. Но у Бога есть слово к тебе. Аминь. Слава Богу! Аллилуйя Богу! Вы знаете, что семейные люди, например, должны жить в мире, в любви, согласии, они должны общаться. Правда или нет? Они могут пойти вместе где-то в ресторан, вот как вы сегодня ходили. Могут просто пойти вместе отдохнуть, даже в зоопарк сходить. Но вы знаете, почему некоторые не ходят? Некоторые не проводят время вместе. Знаете почему? Часто это потому, что у них зоопарк дома. И так я перехожу на эту женщину, которую достали. Скажите, пожалуйста, что вам надо сделать или причинить какую-то боль, чтобы вас достать. У меня молодежь спрашивает, а как же достать? Я говорю, по этой причине христиане не встречаются, у них нет бойфрендов, потому что на свиданиях люди обманывают друг друга. А чтобы узнать гору человека, надо минимум наступить на ногу. Достать. и у нас только недавно закончилась подростковая школа, и представьте такой момент. Я говорил об этом подросткам, и народу очень много, нельзя разойтись. И я стоял так, у меня тонкие туфли. А одна девушка, ей лет 16, она такая мощная. И она стояла как бы задом ко мне, а потом оступилась и каблуком мне на ногу. Я весь подскочил, а люди сразу это увидели и говорят, пастор, это то, о чем вы проповедовали. Вы знаете, что есть люди, которые закипают, как чайники. Взрываются, как воздушные шарики. При этом они говорят, послушайте меня, некоторые говорят, если бы меня дети не раздражали, родители вот здесь, а я говорю им просто, дети до 5 лет, они другой работы не умеют делать, как только раздражать. А другие говорят, если бы меня был муж, жена другая, а я говорю, при чем здесь они? Если в вашем сердце раздражения нет, злобы или гнева, вы раздражаться никогда не будете. Люди, которые раздражают нас, они были и будут, это норма нашей жизни. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Слава Христу! Вот смотрите, посмотрите на Христа распятого. Несколько примеров. Вот смотрите, его взяли, а потом идет поэтапно несколько очень жестоких испытаний. Когда его взяли, то вначале плевали ему в лицо. Скажите, пожалуйста, зачем они это делали? Что бы достать? Они что-нибудь достали? Слушайте дальше. Они не успокоились. Я хочу вас спросить, вам плевали в лицо? Один человек говорит, что вроде бы да, но это немного. А доставали вас уже или нет? Вы для себя ответьте. Дальше. Когда это не сработало, по лицу, раз, вот так неожиданно, на всю отмашь, вас так били, с полуоборота, ни за что. Зачем они это сделали? Чтобы достать. А смотрите, Христос, какой он прекрасен. Распятый Иисус. А он говорит этим людям, «Если я плохо сказал, скажи, что плохо. А иначе зачем ты бьешь меня? Какая глубина, какая истина. Видишь брата согрешающего, обличи его. А иначе зачем ты говоришь о нем плохо? Зачем ты бьешь меня? Зачем ты распускаешь ходу ее, малый Бог? Дальше. Смотрите на Иисуса. Не получилось. Одели терновый венец и начали бить по голове. Зачем? Ах, Христос. Я хочу вам сказать, что они доставали и не достали. И хочу вам сказать, что они достали. Когда они начали бить по голове, они достали агнца. Он агнец, закланный от создания мира. Он был агнец, кроткий и смиренный. Они смотрят, не работает. Они усиливают пытки. Они прибывают ко Христу. И Он в безмолвии, кажется, умирает. Кажется, они достигли своей цели. Послушайте, кажется, все распяли Иисуса. Радуйтесь. Послушайте, они идут домой и говорят самому себе, Он был прав. Мы проиграли. Они шли, бия себя в грудь, говорили, Он был праведник. Какая благодать! Это распятый Христос. Иногда в спорах каких-то, кажется, твое слово последним было. Кажется, ты все доказал. А в душе пусто и грустно. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Скажите, слава Богу, Он победил грех во плоти. Он пример для нас сейчас. Мы должны подражать Ему и следовать за Ним. Есть победа в Иисусе. Следующая моя мысль, мы к этому, может быть, еще вернемся. Следующая мысль. Почему люди грешат? Почему люди грешат? И основное, что я хочу вам сказать, они грешат, потому что не желают страдать. Ибо, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Но люди грешат, потому что им не хочется страдать. Примеры. Мы убегаем от страданий в крутые машины, в красивые дома, кондиционеры включаем. Где-то их нет, а нам нормально. Правда? Нам не хочется страдать. Люди убегают от мужей, от жен. Дети из дому убегают. Почему? Потому что страдать не хочется. Но я хочу вам сказать, что от Бога и от себя убежать невозможно. Иногда, когда рыбу живую ложат на сковородку, она еще прыгает. Рыбаки, видели такое явление? И вот, когда она прыгает, она может даже спрыгнуть, но она попадает на горячую плиту. Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Хочешь или не хочешь, но страдать ты будешь. Верующие страдают, потому что они не хотят грешить. Они верующие страдают от последствия греховной жизни. Мы только выбираем, каким страданиям мы будем страдать, но есть полезные страдания, а есть бесполезные. Есть страдания как средство, а есть страдания как следствие чего-то, жатва. Поэтому от одних страданий мы учимся, они закаляют нас и делают сильнее, а другие страдания, они разрушают нас. Например, вот смотрите, родители просят, сынок, пойди, сделай то и то. Или доченька, пожалуйста, помой посуду. И у вас настроение пропало. Не потому, что работа тяжелая, или родители плохие. Вот здесь нету должной чистоты в сердце, нет элементарного послушания. А потом, смотри, ты все равно эту работу делаешь, но одно дело, делать это с удовольствием, с песней, а другое делать, как в рабстве. Это ужасно. Это ужасно. Почему, например, молодежь не хочет учиться? Я думаю, что к вашей молодежи это не относится. Почему не хотят учиться, не хотят страдать? Ребята, я здесь. Да, да, мама, спасибо. Не хотят страдать. Я говорю, если сейчас не поучишься года 3-4-10, потом всю жизнь будешь страдать на тяжелых работах, но тебе уже никто помочь не сможет. Есть новая жизнь в Иисусе Христе. Запомните, именно комфортная жизнь воспитывает невероятных эгоистов. Самые недовольные это те дети, которым родители ни в чем не отказывают. Но перестрадай. Вот смотрите, как эта работа происходит. Тебя обидели, оскорбили или просто унизили прилюдно. Правда, аж серьезное оскорбление. Какой выбор, как мы можем действовать и пустовать? Ты можешь перестрадать. Вы слышите меня, проглотить эту пилюлю. Ты можешь ответить взаимностью. Какой результат будет? И ты будешь страдать, и все вокруг тебя? Мы только выбираем страдания, но страдающей плотью что? Перестает грешить. Как бы я хотелось, чтобы это было частицей нашей жизни. Сколько страданий в семьях, в домах, где нету мира, покоя, уюта, и только потому, что мы, как люди, не готовы перестрадать. Что значит жить победоносной жизнью? Как перестать грешить? Послушайте, первое, я выхожу из мира. Правильно или нет? Дальше, я оставляю грех. Тоже правильно или нет? А следующее, я умираю для себя, для своей гордыни, для своего я. Об этом мало говорят в церквях. Поэтому раздоры, разрушение семей, разделение церквей. У меня вопрос к вам. Если человек умер, можно его обидеть? Кто мне скажет? Вот мертвый, бери топор и начинай рубить. Как хочешь, пополам, наискосяк, он будет обижаться? Почему? Потому что его что? Нет. Потому что умерший освободился от греха. Вот Иоанн пишет, почему мы любим друг друга? Он просто отвечает, потому что мы перешли от смерти в жизнь. Мы умерли для себя, чтобы жить для Бога и ближнего. А у нас как получается? Совсем недавно я был там на одних разборках, и там возник какой-то доктриальный вопрос за платки. И один человек отставит его истину, смотрит, поменялся в лице, бледный, как и его весь трясет. И он доказывает какую-то истину. А я спрашиваю, ты волнуешься? Если ты хочешь защищать истину, ты должен сам быть истинным. Истина способна себя защитить. А ты, если ты закипаешь, то не обманывай себя и других. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Да, и это неплохо, но Бог смотрит на сердце. Бог смотрит на сердце. И запомните, если у вас там не живет собачка, то хоть пинай, хоть кресту прибивай, хоть из дому выгоняй, оттуда ничего не выскочит. Почему? Потому что ее там что? А если она там живет, только так зацепила, а жить-то как-то надо. Итак, следующая моя мысль, что такое плоть? Вы согласились с тем, что люди, которые страдают физически, они не всегда не грешат. Правда или нет? А как же понять эту истину? Послушайте, что такое плоть? Дела плоти известны. Это Галатам 5, 19, 21. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Это ужасные грехи. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть. Интересно, что это на одной ступени. Вражда, ссоры, зависть, гнев, послушайте дальше, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. И дальше написано, смотрите, как в телеграмме, предваряю или предупреждаю вас, как и раньше предупреждал вас, поступающее так, Царство Божье не наследует. Все. Если присутствие в твоей жизни вражда, зависть, ссоры, непрощение, Библия говорит, поступающее так, Царство Божье не наследует. Итак, что такое плоть? Плоть – это не только физическое тело, это натура, которую мы унаследовали от Адама. Она тянет тебя грешить. Она как Ванька-встанька. Постоянно не имеет покоя. Вот смотрите, для нашего тела физического накорми вовремя, уложи спать, и оно. А вот наша натура, наша натура плотская, она не дает человеку жить нормально, она ее тянет, бежит куда-то, летит. У нас вот школа идет, и студенты очень загружены. Иногда они просто не высыпаются. И мы иногда просто из-за милости дадим вам выходной завтра. предлагаем вам выспаться. И вы думаете, они спят? Вы меня слышите? Спрашиваю молодежь часто, куда вы идете завтра? Куда вы идете сегодня? Я говорю, не знаем. Я говорю, вам лучше оставаться дома. Я говорю, почему? Потому что, если не знаешь, куда идешь, приключения неизбежны. Ты что-нибудь на свою голову найдешь. Должна быть цель. должна быть цель. Должна быть цель. Друзья мои, смотрите, плод наша, она не дает нам покоя ни днем, ни ночью. И Библия, исполняя желание плоти, вы что? Умрете. И у нас получается, если за этот грех наказывают, мы боимся, правда? А если не наказывают церкви, то значит, такие грехи возможны. Я рассказываю, что так бывает иногда, вы смотрите, в доме какого-то нету порядка или что-то не на месте. Вот вы проснулись утром, такое бывает. Одну и ту же вещь, берешь трижды в руки, она падает с рук. Я говорил как-то, что вот фрукты пропали, а я решил жене помочь и просто их убрать. И вот эту такую пластмассовую штучку, пока открывал там, она выпрослась с рук и на пол. И мне пришлось пол мыть. Вот думаю, увязался. Вот это помог. И ты уже начинаешь проверять себя, как вот, а один просто ищет дома носок, один есть, а другой нет. Правда бывает такое? И ты спешишь. И как бы уже так температура поднимается. Я говорю, что, в чем дело, что ты волнуешься? Она говорит, ну вот жена, ну положи на место. И я понимаю, что виновата жена, а он весь покраснел. И я ему говорю, а что ты такой красный? Что происходит у нас внутри? Как часто мы тяняем присутствие Духа? У нас мне нравится, вот иногда мы проводим такой тест на совесть перед причастием. Поднимаем всех и спрашиваем, если вы в течение недели потеряли хотя бы однажды мир, садитесь. как часто это происходит в нашей жизни. Только выехал из дому и некоторые едут на работу и им кажется, что все остальные водители бараны, они едут или не умеют ехать и постоянно надо объезжать кого-то. Кто-то... А если светофор еще случился? Что происходит в нашей реальной жизни, друзья мои? Есть новая жизнь в Иисусе Христе. Наша натура, она тянет и пить, и курить, и блудить, она не имеет покоя. Послушайте меня, уважаемые молодежь, если вы живете угождая плоти, вы умрете. Все. Что это за жизнь? Нельзя послушайте угождать плоти. Знаете почему? Потому что в первую очередь она ненасытима. Вот увидел картинку, там голая женщина какая-то. К примеру. Это, говорю, молодежи. И дьявол говорит, вот разочек посмотри и нормально. Но как только ты клюнешь в эту сторону, ты открываешь, ты в себе развязываешь мешок, ты свою похоть разжигаешь. И чем чаще, тем огня больше. и ты в этом огне сгораешь, не имея покоя ни днем, ни ночью. Запомните, молодежь, я вот с молодыми парами беседую, они все любят путешествовать. Правда, нормально путешествовать, по-моему, но Библия сколько ни путешествует, будет мало. Не насытится око зрением. Нельзя накушаться на неделю. Нельзя выспаться на месяц. Вот почему, что касается плоти, вовремя помой ее, уложи спать и все, накорми еще. Все, все, все. Мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Я наблюдаю вот за американцами, смотрю, иногда люди, к удивлению моим, собачек терпят, а друг друга терпеть не могут. За собачкой убирают, а дети, собственно, раздражают. Господи, помоги нам жить, угождая Тебе. Поэтому, друзья мои, когда я слушаю свою плоть или не слушаю, усмиряю свою плоть, я не грешу. Вы меня слышите? Это, конечно, трудная дорога, это путь страданий, но послушайте меня, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Если, например, тебя тянет куда-то похоть, послушайте, а ты говоришь самому себе, стой здесь, ни шагу вперед, ты страдаешь, не желая грешить, но если ты идешь на поводу греха, ты тонешь, безнадежно тонешь. Смотрите, как написано. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. То есть, я своей плоти ничего не должен. Я часто говорю людям, которые курят и пьют, я говорю, поговори с самим собой, покайся, попроси у Бога помощи, а дальше сделай несколько шагов. Он говорит, каких? Вот, например, ты бросил курить, сутки проходят, и дьявол тебе будет говорить, ты уже ж герой, ты уже пачками курил, а сегодня одну, и ты уже почти. И только человек идет по этому поводу, он снова тонет, идет ко дну. А я говорю тебе, а ты просто не бойся, держись и говори своей плоти, хватит, я тебе ничего не должен. Если она не успокаивается, начинай ей говорить, сколько ты денег прокурил, что ты приобрел, сколько у тебя кашля, как у тебя бронхи, вот так, начинай. Говорит, успокойся, все нормально. Вот, например, или вас разозлили, а ты говоришь самому себе, все нормально. Например, когда у меня вот идут такие атаки, что вот хочется ответить там или еще что-нибудь, меня обидели, огорчили, разозлили, или пытались разозлили, я сам себе говорю, страдающие плоти перестают решить и нормально. Вы меня слышите? Работает, работает, перестрадай. Но когда у нас вот это горделивое я, то нам хочется пусть весь мир пострадает, лишь бы не было хорошо. Так не получится. Поэтому смотрите, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умышляете дела плотские, то что? Живым будете. Не уступайте плоти, не бойтесь пострадать. Бог сверх сил никому ничего, что не посылает. Запомните, Христос вознес на крест, это крест Христов, не только наши грехи, но и нас, грешников. Аминь. Вы верите, что мы распяты вместе с Ним? Верите или нет? Какая-то благодать. Скажите, пожалуйста, когда Христос был на кресте, Он мог сойти со креста или нет? Мог или нет? Написано, что Он мог бы в любой момент легион ангелов призвать и быть свободным. Правда или нет? Почему Он не сошел? Они говорят, сойди и мы уверуем. А Он остался на кресте. Почему? Причина только одна. Он остался там ради нас, любя нас. Вы меня слышите? Библия говорит, что мы распяты вместе с Ним. Вы согласны с этим или нет? Что это значит? Мы тоже не должны сходить с этого креста. Мы должны оставаться там, несмотря ни на что. Но как мы действуем и поступаем? Мы распяты, мы согласны. Но если кто-то пытается нас достать, вы слышите меня? Нам иногда хочется сойти и разобраться с кем-то или кого-то поставить на место. И мы сходим в болото. Поругались и пытаемся уснуть, но нет ни покоя, ни сна. Завтра пробудились, снова мы распяты. До очередного вспышки. До очередного прикосновения. Я часто говорю, есть люди, которые говорят так, ты меня сегодня не трогай. Я этим людям говорю, тебя хоть трогай, хоть не трогай, ты периодически будешь взрываться. Не потому ты будешь это делать, что тебя трогают, потому что у тебя здесь нет никакого порядка, нет никакого мира. Христос не сошел. Послушайте меня. Вот почему Он сказал вот эту истину. И я хочу вам еще раз и еще раз. И как Христос пострадал за нас плотью, Он решил, я буду страдать, лишь бы тебе было хорошо. Вы слышите меня? Я лучше страдаю, иначе я не смогу помочь тебе. себе. И так как Христос пострадал за нас, то и вы вооружитесь той же мыслью, то есть скажите самому себе, я согласен, я не знаю, какая будет ваша жизнь впереди, я не могу вам обещать безоблачной жизни, но я хочу вам сказать, что если вы решите следовать за Христом, страдая, вы будете среди победителей со Христом на небе. Аллилуйя! 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 Какая это благодать жить новой победоносной жизнью. И поэтому, как мы поняли, Христос не сошел. Как мы поступаем? Последний пример, и мы будем молиться. Мне он очень нравится. Молодые люди, подростки, как сидят в этом зале, в одном месте увидели красивые черешни, только свежие, новые. И один человек молодой собрался на эту черешню и кушает черешню. И вот так, а семь человек вокруг стоят и наблюдают. И вы знаете, аппетит приходит во время еды, у них слюнка течет, места на черешне нету, достать черешню невозможно. Как решить проблему? И они поняли, что проблему можно решить, если вот этого человека достать. И они начали ее доставать. Как можно достать человека? Они узнали, что его родители верующие. И это было модно на Украине. И начали ее дразнить. Штунда, штунда, слезай оттуда. Этот молодой человек кушает черешню и говорит, за Христа буду страдать. А те вот чаяния не работают. Это правда. Смотрите, я учился в школе, да, но меня постоянно говорили штунда там, а я просто улыбался. Они были растерянны. У меня было множество друзей. Мой брат поменьше, он сразу бросался в драку. Но они даже падая кричали штунда. Друзья мои, за Христа буду страдать. А теперь параллель нашей жизни. Послушайте меня. Вы знаете, что многие христиане прошли тюрмы? Знаете это или нет? Они шли туда на 10 лет, на 20 лет. Почему? Потому что они за Христа решили страдать. И вот эти люди или другие люди не имеют значения, пришел домой, но сок найти не может. Не вовремя дали кушать, а для мужиков это ужасно. что нибудь. И вы смотрите, когда они ее не достали, они поменяли тактику и начали все же его оттуда доставать. И знаете, что он перед этим поломал ногу и так чуть-чуть хромал. И они видя, зная это, начали кричать инвалид, несчастный, хромой, инвалид, слезай оттуда. А он кушает черешню, а за хромого слезу и дам. Он слез и только сцепился с первым, таким, как он, один из столб и только раз, и уже на черешне. Он только глянулся, а уже место занято. В Библии последние будут первые, а первые что последние? А за хромого слезу и дам. То есть, смотри, за Христа сразу будет, а затронь мое я, то получишь. Какая благодать исходит от Христа Христова. Какое это благословение жить в любви и в мире, несмотря ни на что. Итак, что значит вот это быть распятым со Христом или черешня? Это Царство Божие внутри вас есть. А это что? Мир, радость, праведность во Святом Духе. И вот если ты забрался на эту черешню, послушайте меня, то не обращай внимания, что там внизу происходит. Кушай. Запомните, мир ваш в вашем доме дороже любой обиды. Поэтому лучше мое пусть самолюбие пострадает, лишь бы отношения не пострадали. А если ты влюблен в себя так, что тебе наплевать на отношения, то ты будешь страдать и все, кто соприкасается с тобой. Аллилуйя. Когда вы покаялись, в вашей душе был мир. Я не знаю, как сейчас проходит ваша жизнь, но часто люди, которые достигли пенсионного возраста, до них дотронуться невозможно. Есть новая жизнь в Иисусе Христе. Не сходи назад, Христос не зашел. Он мог, но он не сделал. Мы не должны, но мы это делаем. Мы это делаем снова и снова. Мы опускаемся в болоту греха, где нас ожидают осуждения и пропасть. Предупреждаю вас, поступающие так, Царство Божье не наследует. Я желаю, чтобы ваши семьи были как райские гнездышки. Я желаю, чтобы в вашей церкви и в ваших домах был мир. Я желаю, чтобы вы в ваших домах отдыхали телом, душой и духом. Я желаю, чтобы вы бежали домой, а не из дому. Иногда человек работает на двух работах не потому, что ему надо день, а потому, чтобы не часто быть дома. Аллилуйя! кушайте черешни, наслаждайтесь миром, пребывайте в любви и распространяйте его. Мир Божий, несмотря ни на что, вы слышите меня, таким был Христос, таким был Христос, он был Агнец. Это не пантера, это не из зоопарка там, а это Агнец, Агнец, Агнец. Вы знаете, чем отличаются овцы от остальных? Я говорю, если на горной дорожке встречаются два барана или козла, узкая дорожка, они умрут, но не уступят дорогу другому. А если встречаются две овцы на этой тропе, то они одна ложится, а другая перейдет по ней. Он Агнец, закланный от создания мира. Один человек, который работает в вашей эре здесь, однажды мне сказал, что я не могу работать на бойне. Я говорю, почему? Уже сколько лет ты это работал? Не могу морально выдержать. Я говорю, что тебя так волнует? Он говорит, вот свинью режешь, нормально. Кричит на всю деревню или на весь мясокомбинат. И как-то легче. Просто уши чуть-чуть там. И такая природа бывает человека. Вот затронь и... Говорит, а вот когда овцу я режу, она не звука. Мое сердце разрывается от боли. Она на плахе. И только слеза. Раз, два. Я говорю, я ухожу. Таким был Христос. Таковы должны быть Христовы. Ибо те, которые Христовы, распяли плод свою со страстями и походями, как проходит твоя жизнь. Христос знает своих и придет за своими. И когда явится Христос жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Если вы живете подражая Ему, если вы отображаете в своем своей жизни, вы будете с Ним во славе, Он заберет таких, как Он, похожих на Него. Ибо те, которые Христовые, они распяли, кто раньше, кто позже, но они закончили. Они перестали угождать плоти, они укрепляют дух и живут победоносной жизнью. Я вам этой жизни от души желаю. и то, что не станет сделать я или мы, пусть это сделает Христос во имя Иисуса. Мы сейчас будем молиться и в этой молитве просто будьте искренны пред Богом. Послушайте меня внимательно. Идите к Нему, как вы идете домой. Помолитесь не для других, а для себя. Только признай свою вину. И если вы чувствуете, что вас уже доставали, а сейчас, когда достали, то и усилий никаких не надо. Вы постоянно показываете свои зубы, то я хочу вам сказать, Христос грядет. И не в безмолвии, но сегодня милость Божия и благодать Божия присутствуют здесь. Приди к Нему и скажи, Господь, помилуй меня. Я хочу домой уйти новым человеком. Я хочу быть твоей овцой. Я хочу быть носителем мира твоего и благодати. Пусть Бог все это совершит в твоей судьбе. Ему вся слава, ныне и во веки веков. Аминь.